Приветствую! В телеграм-канале Алексея Гончаренко появилась информация о том, что в Одессе было принято решение выплачивать всем людям, которых мобилизовали 20 тысяч гривен. И вот сейчас хочется поговорить о том, насколько это хорошее решение и насколько это маркер может и не очень хороший. Итак, хорошее ли это решение? Хороша ли сама идея? Безусловно, да. Безусловно, ее нужно оценить позитивно и, безусловно, наверное, было бы хорошо, если бы это вообще по всей стране запустили такую программу, да, что если человека призывают, если его мобилизовали, то ему разовая выплата идет в сумме 20 тысяч гривен. Почему это хорошо? Ну, в принципе, наверное, получить деньги это всегда хорошо, да. Ну, если только это не взятка и тебя тут же не приняли НАБУ. Вот, как некоторых депутатов, да, за последнее время у нас. Вот, во всех остальных случаях получить деньги это хорошо. Хорошо. С другой стороны, безусловно, есть масса вопросов. Есть масса вопросов. Но вопрос номер один. 20 тысяч это сколько? Это менее 500... А, нет, ой, более. Это более 500 долларов, да? Это более 500 долларов. Все, окей. Это более 500 долларов. 500 с копейками. Так вот, вопрос. Когда мы начинаем предлагать такую выплату, мы понимаем, что это в какой-то степени еще и такая стимулирующая, мотивирующая выплата, да, чтобы люди как бы шли мобилизоваться в армию и все такое. И у меня тут вопрос есть. А что хорошего, что в стране считается достаточной стимуляцией стимул в 500 долларов? Ну вот, мне кажется, что это не совсем то, чем можно привлечь человека. Я уже не говорю о том, что была там провалена работа, и провалена она была в первую очередь ТЦК и ЕСП, которые должны заниматься воспитательной работой, да, патриотическим воспитанием общества. Ну, как они это делают, мы знаем. Но они эту работу, безусловно, провалили, и на сегодняшний день мы не видим, к сожалению, очередей в ТЦК и ЕСП. К сожалению, для ТЦК и ЕСП, потому что это показатель их работы, их эффективности. И вот теперь нам предлагают, по сути, вот такую помощь. При том, что, как мы с вами знаем, эта помощь очень часто может пойти на то, что новоиспеченный военнослужащий будет еще покупать что-то для того, чтобы проходить службу, да. Мы знаем, это же уже ни для кого не секрет, и с самого начала секретом не было, да, что военнослужащие собирают деньги, сами скидываются, собирают деньги сообщества, да, там просят донаты. Почему? Потому что они находятся в таких условиях, когда и дрон надо купить за свои деньги, и машину заправить за свои деньги надо, и отремонтировать машину. Ну и вообще, чтобы эта машина была, да, чтобы было что заправлять и ремонтировать, ее нужно купить. И покупают тоже, по сути, за свои деньги, либо за те деньги, которые донатят им люди. И в этом смысле вот это 20 тысяч, ну я не знаю, у меня одно слово, ни о чем. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошая идея, хорошая попытка, но в условиях современного уровня цен 20 тысяч гривен, это ни о чем. То есть, это, конечно же, да, можно сказать, что это лучше, чем ничего, безусловно, я согласен, лучше, чем ничего. Но, с другой стороны, сказать, что это может как-то принципиально на что-то повлиять, что-то изменить, ну я не думаю. Я не думаю, что люди, которых сейчас там призовут, они такие порадуются, скажут, ура, ура, мне же целых 20 тысяч дадут. Я не думаю, что кто-то сейчас пойдет добровольцем из-за 20 тысяч гривен. И в этом смысле такое действие, такое предложение их, такое решение, оно, по сути, наверное, ничего не решает и кардинально не изменит ситуацию с мобилизацией, не изменит ситуацию с защитой прав военнослужащих. Не знаю, ну мне кажется, что кроме там какого-то пиара, мы ничего принципиального от этого не получим. И опять же, это все, вот знаете, все направлено на решение вопросов с мобилизацией, да, как там поддержать людей, как привлечь туда больше людей. А мне кажется, что все-таки на сегодняшний день политики должны быть направлены совсем на другое. Приложить максимальных усилий для восстановления мира, мира и мира дипломатическим путем. И я понимаю, что это очень сложно. Я понимаю, что у нас есть проблемы с дипломатией не то, что с РФ, у нас есть проблемы с дипломатией даже со странами Евросоюза. Потому что вот то, что происходит сейчас у нас, да, блокировка границ, которая вот у нас со стороны Польши есть, там, да, и со стороны кого, Словакии еще. Так вот, мне кажется, что им нужно бы прокачать свои скиллы в вопросах дипломатии и думать о том, как мира добиться, как остановить это все и остановить это политическим путем, а не путем, там, расширения мобилизации, там, отмены отсрочек и прочего. А хочется, чтобы совсем наоборот, чтобы они думали совсем о другом, чтобы вот те люди, которые называют себя политической элиты Украины, объединились, проявили все свое мастерство политика, все свое дипломатическое мастерство. И приняли решение, совершили те действия, которые необходимы для того, чтобы в Украине остановить боевые действия. Не знаю, хотел сказать, что не хочется, чтобы они делали это с привлечением Бориса Джонсона, но на самом деле какая разница, пусть привлекают Бориса Джонсона, Эрдогана, Байдена, да кого угодно, но если это будет все направлено на одну единственную цель. Воцарение мира на всей, подчеркиваю, на всей территории Украины. Чего я вам всем искренне и желаю, чтобы вот это наше с вами общее желание, да, мира, наконец-то сбылось. Если вы разделяете мои мысли, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информации там гораздо больше появляется, она оперативнее, чем в YouTube-канале. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на Telegram-канал есть в описании к этому видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира, мира и еще раз мира. Пока-пока.